Всем привет дорогие рукодельницы! В сегодняшнем видео я хочу показать как сделать вот такие интересные маленькие бантики. Размеры этих бантиков 8,5 см. Как видите, бантики разные из репсовой ленты а также с атласной ленты. Это чисто атласная здесь парчи. Варианты можно с такими бантиками придумать большое количество. Тоже здесь украшены они по разному. Срединочки для них я использовала самодельные, которые я делала в прошлом в своем мастер-классе. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Сегодня мы с вами сделаем вот такую украшенную коронкой. Очень интересные и нарядные бантики для наших малышек. Если вам понравились такие бантики, оставайтесь со мной. Для того, чтобы сделать нам такие бантики понадобится делаем голубенький, поэтому понадобится 4 отрезочка репсовой ленточки с люрексом. У меня такая она очень красивая. Ширина ее 2,5 см, а длина 20 см. Повторяю, понадобится 4 таких отрезочка для одного бантика, а также 2 отрезочка парчи, ширина 2,5 см и длина тоже 20 см. Затем понадобится вот такая серединочка, которую мы делали в прошлом мастер-классе. Ссылочку на видео мастер-класс я оставлю в описании под этим видео. И вот такая интересная коронка. Также нам понадобится из инструментов линейка, зажигалочка, ниточка с иголочкой, ножницы и клеевой пистолет. Начнем делать наши бантики. Для начала возьмем 2 отрезочка атласной ленточки и сделаем самый простой бантик. Складываем нашу ленточку пополам. Для начала мы обработаем зажигалочкой. И найдем серединочку наших ленточек. Складываем оба края к центру и прошиваем. и просим, позимаем постоль poems заполам. Продолжение следует... Нижний бантик у нас готов. Займемся теперь такими интересными лепесточками. Можно так сказать, у бантика. Возьмем нашу репсовую ленточку и ленточку парчи. Складываем пополам, извиняюсь, друг к другу и аккуратненько соединяем их между собой. Затем складываем пополам, определяем центр нашей ленточки. Теперь, смотрите, если вы хотите, чтобы у нас репсовая ленточка была наверх, мы работаем парчой к себе. И наоборот. Берем наш отрезочек и от центра складываем наши края вот таким образом. У нас получается вот такой треугольничек. Теперь берем вот этот край, который находится под низом. И заворачиваем вот таким образом, прикладывая к этой ленточке. Не к краю, а к самой ленточке, вот этой. Второй мы так же само заворачиваем по длине, так как у нас этот треугольничек. Вот таким образом у нас нижняя часть получается ленточки и верхняя часть нашего листочка, такого лепесточка. Теперь берем ножнички и приблизительно вот на таком расстоянии мы срезаем наш краешек и запаиваем зажигалочкой. Вот у нас получается такое, как крылышко даже бабочки. С этой стороны капнем немножечко клея и закрепим краешек ленточки. Вот такой у нас получается один лепесточек бантика. Делаем так же само второй. Отмечаем центр. И складываем. Складывали мы как? Правую часть этого отрезка мы загибали наверх. В этом же мы будем складывать наоборот, левую часть наверх. Теперь правую нашу часть мы первую складываем кверху, к центру. И затем вторую часть мы накладываем вот таким образом. У нас получается вот такой лепесточек. Опять же срезаем. Вот так вот. И запаиваем наш лепесточек. Вот что у нас получилось. Теперь мы можем собирать весь наш бантик. По очереди к центру клеим наши лепесточки. И... И... капаем по центру клей и приклеиваем нашу середину так как я пока не буду крепить этот бантик на основу я сейчас закрепляю ленточку бантику теперь расправляем наш бантик и клеим к нему коронку наносим клей по самому краешку короны вот такая у нас интересная задумка получилась на сегодня все если вам понравился мой мастер-класс ставьте лайк подписывайтесь на мой канал вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов не забывайте нажимать на колокольчик и вы будете первым получать уведомления о моих новых видео ну а на сегодня всем пока